и так как правильно растапливать сливочное масло делаем топленое масло здесь у меня было 5 брикетов по 500 грамм это два с половиной килограмм масла я поставила на медленный огонь это от 6 значит и вне от 1 до 6 у меня она на двоечки пока она вот так вот сама медленно будет томиться растает вся потом покажу какая она должна быть за долго но считается что это именно правильный вариант вот видите совсем медленно кипит то есть бульков никаких нет пена сверху собралась вот эта пена в конце она сядет на дно поставила термометр специально чтобы показать вам приблизительно сейчас показывает 80 может дойти до 90 вот это нормально если нет градусника вот так вот оно должно слегка вот видите со дна идет типа кипения но таких бульков активных нету вот так вот на этом этапе когда полностью расставила масло вот появилась пена и вот снизу видите идет кипение небольшое добавляю одну чайную ложку соли соль у меня крупная перемешиваю он помогает масло не портится вот так вот продолжаем готовить прошло у меня где-то уже час точно прошу наверно есть и начинает сильно закипать убавляем огонь чтобы она вот так вот совсем очень медленно закипала а лучше вообще не закипала вот так вот слегка видите вот эта пена она потом осядет на дно прошло у меня где-то три часа ну чуть меньше может быть вот еще видите она мутная совсем медленно закипает конечно все это можно было бы быстро сделать но так будет качественней видите пена уже такая более плотная вот так вот больше не мешаю видите сколько еще на дне очень много потому что масло было не очень дорогое вот и видно добавок очень много вот у нас должно быть чтобы но хорошо видно было настолько оно должно быть прозрачным сейчас видно что она еще не готова все масло наше готово вот так вот если не мешать то она прозрачная вот на дне должно образоваться вот сейчас покажу вам вот это вот если вот так вот растрясти получается как мелкие мелкие крошки здесь уже как бы не молоко ничего вот как мелкие крошки и видите цвет цвет такой светло-светло коричневый вот она уже вот и уже надо убирать нельзя чтобы она потемнела сильно а то масло будет отдавать вкус такой горелый вот а так уже все готово сейчас я выключаю огонь и ставлю чтобы она вот это все сядет на дно и соберу уже вот это чистое масло я выключила плиту и видно да вот то что осадок на дне сверху то есть но видно надо чтобы вот до этого времени она вот томилась сейчас будем сцеживать все сцеживаем теперь через марлю и посмотрите какое чистое масло получилось у нас красивое сливочное топленое масло значит готовила я это масло где-то часов 7 точно но больше шести то есть на медленном огне согласно что долго но вот именно получается хорошее качественное масло соль все остается на дне вот здесь вот у меня еще есть но покажу чуть только у меня получилось из двух с половиной килограммов не знаю сколько здесь конкретно осталось но здесь больше литра точно и здесь на 100 800 грамм может даже больше вот здесь посуда просто потемнее поэтому внутри она темная поэтому кажется что те вот на самом деле вот она такая прозрачная а то что осталось у меня вот на дне вот это все как бы не нужно но из него многие готовят какие-нибудь булочки добавляют в тесто в какие-нибудь печенье то можно использовать еще раз и соль которую мы добавляли тоже оседает на дно так что не думайте что масло будет соленое некоторые боятся соль добавлять но соль именно помогает чтобы она долго не портилась вот так вот главное чтобы не сильно кипела вот так вот она застыла у меня в холодильнике вот так вот она выглядит можно хранить в кладовке в таком состоянии готовлю плов с курицей этот рецепт у меня есть на канале только добавила вот так вот морковку и немного картошки для разнообразия так я уже дело пробовала тоже неплохой вариант вот так вот сверху приготовлены до полу готовности рейс значит снизу у меня идет курица сырая подсоленная поперченая сверху идет две маленькие картошки одна морковка здесь главное с морковка и картошка не переборщить вот так вот распределяю вот так делаем дырочки сверху немного куркумы или шафрана сверху когда делаю обычно без картошки и морковки масло в не добавляю сейчас чуть-чуть добавлю потому что там есть картошка и морковка так будет вкуснее это масло вот то самое масло которое мы растопили все на крыло полотенцем и крышкой вот такая вот вкуснятина у нас получается начала с масла закончила пловом хотела с вами поделиться вкусно и очень очень легко вот у меня все всем пока 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 пока